В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в столице нашей страны с каждым днем становится больше. Ежедневно из Москвы на станцию Янаул прибывают около 30 человек. С 15 апреля для всех прибывающих из столицы действуют специальные новые правила. Для них на вокзале организовали санитарный пост. Сотрудники Янаульской больницы проводят термометрию, здесь же заполняют анкету пассажира, куда вносят данные о том, где будет проживать человек. В случае обнаружения пассажиров с высокой температурой, бригада скорой помощи доставляет их в больницу. После всех необходимых процедур человек отправляется домой, либо в обсерватор на время двухнедельного карантина. Оперативным штаммом по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального района Яновского района с 15 апреля этого года создана группа по контролю за прибывающими пассажирами из города Москвы с измерением температуры тела, проведением анкетирования и раздачей памяток по соблюдению самоизоляции. В группе включены сотрудники администрации муниципального района Яновский район, представители ГБУ ЗРБ Яновского ЦРБ, сотрудники полиции и ведомственные охраны на горкосой железной дороге станции города Янову. К примеру, сегодня в 13 часов 58 минут прибыл поезд номер 16, сообщение Москва-Нижневартовск. На станции сошли 8 пассажиров, которые любезно согласились пройти анкетирование. Им также измерили температуру тела, выдали памятки по соблюдению режима самоизоляции. И в последующем каждый день будут проверяться все граждане, прибывающие в станции города Яновул в данном направлении. Призываем всех прибывающих пассажиров из города Москвы пройти анкетирование. 13 апреля в Доме Республики Радий Хабиров провел еженедельное оперативное совещание. На нем обсудили меры по предотвращению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции. Руководитель региона поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль ситуацию с мерами профилактики заражения коронавирусной инфекцией. В целом жители республики соблюдают режим самоизоляции. Вместе с тем правоохранительные органы фиксируют нарушения ограничительных мер. Также на совещании обсуждали антикризисный план поддержки сельхозпроизводителей, ход весеннеполевых работ и ситуацию на рынке труда в сложившейся ситуации. 6 тысяч чреспубликанских предприятий зарегистрировались на портале «Работа в России» и подали сведения о численности своих работников и режиме их занятости. В республике свыше 60 тысяч человек работают удаленно или в режиме неполной занятости. Порядка 2 тысяч человек находятся под угрозой увольнения. В этот же день состояло заседание оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на территории Янаульского района. В повестку дня входила командно-штабная тренировка в режиме ВКС по теме действия органов управления территориального звена Башкирской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении случаев заражения граждан коронавирусной инфекцией, где были отработаны алгоритмы действий при возникновении очагов коронавирусной инфекции на примере Благовещенского психоневрологического интерната и городской больницы номер 2 города Сирлитамака. Провел заседание первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. Очередной инвестиционный час прошел в администрации района 16 апреля. На встречу с главой администрации района, его заместителями, представителями различных ведомств пришли индивидуальные предприниматели нашего города. Ильнур Ахматханов озвучил идею открытия в Янауле пункта проката велосипедов. Как отметил сам предприниматель, это одно из актуальных направлений. Оно способствует привлечению всех жителей района к активному и здоровому образу жизни. Ему были предложены варианты, где возможно размещение этого пункта. Следующим участником инвест-часа стала Гульчачка Гарайшина. Она владеет убойным цехом в планах создания кооператива. Для этого предприниматель хочет объединиться с Агрэм и владельцами личных подсобных хозяйств. Создание такого кооператива позволит им участвовать в программе на предоставление грандов для реализации доходорегенерирующих проектов и тем самым получить средства на закупку необходимого оборудования для переработки мяса. Вопрос Илюсы Хакимовой также касался этой программы. Она участвует в ней уже не в первый раз. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Янаулка» занимается переработкой мяса, а полученные от гранда средства позволят закупить дополнительное оборудование и расширить ассортимент продукции. Предприниматель Фарид Хайдаршин заканчивает ремонт убойного цеха. Следующий этап – создание сельскохозяйственного кооператива по переработке мяса. По условиям программы на предоставление грантов – один из обязательных пунктов участия в предпринимательском части. В этот день все предприниматели получили ответы на интересующие их вопросы. Также на «Инвест-часе» озвучили этапы реализации проектов, рассмотренных ранее. Так как мы сельскохозяйственный район, больше всего вопросов рассматривалось по сельскому хозяйству. В частности, рассматривали создание трех кооперативов, именно переработка мяса, так как у нас более-менее развито животноводство в районе. Будем развивать переработку, поставку нашей собственной продукции школам, чтобы питались нашим мясом. Цель создания кооперации – это, конечно, выгодно. Выгодно всем участникам, пальчикам кооператива. Так как они, объединяясь, реализуют больше объема и имеется возможность выхода на более крупные рынки сбыта. И, допустим, для создания убойного цеха, для одного лечебно-подсобного хозяйства это невыгодно. А если когда объединяется 20 или более людей, то уже, тем более в этом случае, государство помогает. И появляется выгода в развитии этого проекта. Пока на данный момент на Росибурганском уровне выделено 3 миллиона на каждый доходы генерирующих проектов. Но в дальнейшем, я думаю, что будет сумма увеличиваться только. На этой неделе христиане встретят самые важные православные праздники – Пасху, Светлое Христово Воскресенье и послепасхальную Радоницу. В этот непростой период в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции призываем верующих Инаульского района отступить от привычного пасхального праздничного уклада и не посещать праздничные службы в церкви, воздержаться от молебенных походов на кладбище. В праздничные дни Башкортостанской митрополии будут транслироваться праздничные богослужения в прямом эфире, к которым вы можете подключиться. В этот непростой период лучше помолиться дома. Духовные лидеры Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции призывают верующих воздержаться от походов в церкви и мечети. Дорогие братья и сестры, православные жители нашей Республики Башкортостан, во всем мире распространилась болезнь коронавирусная инфекция. Впереди Пасха Христова, впереди Радоница, когда мы с вами привыкли посещать наше кладбище. Но жизнь иной раз диктует нам свои права. Как мы с вами знаем, эта инфекция распространяется не только воздушно-капельным путем, но и контактным путем. И мы все знаем, особенно знают это врачи, что пока не прекратятся контакты людей между собой, инфекция вряд ли сможет прекратиться, несмотря ни на какие усилия санитарных врачей, вообще врачей. Поэтому, как бы мне ни глубоко пришлось страдать и говорить эти слова вам, потому что в такие дни сердце верующего и страждующего человека, конечно, устремляется в храмы Божии. Но в связи с такой инфекцией мне приходится вам говорить не посещать храмы, и в Пасху в том числе, и в Радоницу. Мы будем духовенство, все, будем совершать соболоженные уставные богослужения, молиться за всех вас. Прошу всех отнестись к этим словам позитивно, потому что и те указы главы нашей республики Башкортостан ради Фаритовича, они обусловлены только одним – сохранением жизни каждого человека и здоровья каждого человека. Поэтому вот мое к вам архипастерское такое слово, слово, чтобы вы все-таки прониклись обеспокоенностью руководителя нашей республики и нас, конечно, как духовенство, состоянием вашего здоровья. Еще раз напоминаю вам о том, чтобы вы как можно больше оставались в своих жилищах, совершая свое молитвенное правило. Практически из каждого храма нашей республики, ну а из нашего кафедрального собора, ежедневно, утром и вечером при совершении богослужения, будет транслироваться онлайн эти богослужения. Вы можете включить свои принимающие устройства и, услышав песнопение и чтение перед святым своим углом, где ваши святые иконы, можете вместе с нами молиться. Но наш долг священников – молиться за всех вас. Поэтому я считаю так, что Господь услышит наши с вами молитвы, Господь не только услышит, но и исполнит желания наши. И как мы с вами вместе будем соблюдать дисциплину и оставаться в своих домах, тем быстрее закончится эта инфекция. Всех восхрани Господь! 45-е заседание Совета муниципального района состоялось 15 апреля. Повестка заседания состояла из шести вопросов. Заместитель главы администрации муниципального района по финансовым вопросам, начальник финансового управления Реседа Хусаинова выступила по двум из них. Рассказала о внесении изменений в решение Совета о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности и предложила провести публичные слушания об исполнении районного бюджета за 2019 год, 7 мая. Затем депутаты обсудили безвозмездное принятие земельного участка Сандугачевского сельского совета в муниципальную собственность района и утвердили приз-курант на услуги загородных детских оздоровительных лагерей Орленок и Чулпан. Стоимость путевок в них в 2020 году увеличилась на тысячу и полторы тысячи соответственно. Вел заседание Совета председатель Ильдар Маликов. И это, пожалуй, все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Впереди прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Субтитры председатель Ильдар Маликов. Субтитры председатель Ильдар Маликов. 16 апреля. Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году началась берлинская стратегическая наступательная операция. Ликвидация берлинской группировки противника продолжалась с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Штурм осуществлялся силами 2-го белорусского фронта маршала Рокоссовского, 1-го белорусского фронта маршала Жукова и 1-го украинского фронта маршала Конева. Уже через 5 дней наши передовые части вышли на северную и юго-восточную окраины Берлина. Эта дыхательная практика помогает сохранять спокойствие. И она прекрасно подходит, чтобы заказать лекарства на formland.ru formland.ru Братья качества и профессионализм. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 5 0402. Янаульскому телевидению требуется водитель. Справки по телефону 5 0402. Справки по телефону 5 0402. Справки по телефону 5 0402.